Так, друзья, итак, я отвечаю на вопрос о том, как быстро развивать интуицию. И второй вопрос был, как понимать, а не просто формировать при обучении шаблоны, как в старой школе всегда делалось, повторением от учения. Таким образом, объединяю два этих вопроса. Но ответ будет сейчас тоже в двух частях. Первая часть прямо сейчас, а вторая часть следующим роликом. Послушайте меня. Человек имеет пять органов чувства. Чтобы развивалась интуиция, ну, как говорится, шестое чувство. Надо, чтобы все эти органы чувства работали синхронно, воедино. Потому что интуиция, по моему определению, есть вне системное движение информации. Но не буду объяснять долго, просто скажу, как это делается конкретно. Алгоритм. Он у нас будет и в следующем вебинаре тоже стоять. Ну, там будет подробнее. Но вы слушайте внимательно. Значит, пять органов чувства, чтобы соединить на вопросе, вам нужно сначала сделать прелюдию. Это примерить себе пять масок. Маску гнева, маску смеха, маску грусти, маску удивления, маску благоденствия. Ну, еще, если вы хотите какие-то эмоции, примерьте себе. Это значит, нужно по 15 секунд примерно побыть в этом. То есть сама методика называется сканирование. То есть вы находите себя. Производите таким образом подбором, путем перебора, самоидентификацию. Еще раз. Вы берете несколько эмоций и в них побудьте по 10-15 секунд. На какую-то из этих эмоций при их переборе у вас произойдет реагирование. Может быть, слезы пойдут, может быть, наоборот, улыбка появится. Но это вы сами определите. Это первая часть. А вторую часть я выдам в следующем ролике. И вы удивитесь, что с вами происходит. Уже с самого начала начнется и разгрузка, и развитие пониманий, и, конечно, развитие интуиции. Вы заметите, как тонко вы начинаете понимать, о чем идет речь. Вот посмотрите, вторую часть добавим и посмотрите, что получится. А потом еще на вебинаре предстоящем мы все это дополнительно отработаем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok